Далеко ли от нас это было? Не видать, а только от стариков слыхать. Было оно или не было? Правда ли то? Или нет? Послушаем-ка лучше сказку. Что же сказка-то сказывает? А в некотором царстве, в некотором государстве, жили-были старик со старухой. И всего у них было вдоволь, а вот детей не было. Вот раз старуха принесла с огорода репку и положила ее в печь, чтобы распарилась, Старик из дома ушел. Старуха одна дома была, пряжу пряла. И вдруг слышит старуха тоненький голосочек. Открой, бабушка, тут жарко. Испугалась старуха, поглядела в сене, никого нету. Вернулась в избу и опять слышит. Да открой же, бабушка, жарко мне. И голос-то, будь-то, из печки несется. Открыла бабка заслонку и видит. А в печке лежит девочка. Да така хорошенькая, словно репка кругленькая. Обрадовалась старуха, позвал старика. Репка вытащили одну девочку, вымыли ее, высушили и назвали репкой. Растет репка не по дням, а по часам. Дед да баба на нее не нарадуются. Вот и выросла репка в девушку. Пошла в лес по ягоды, да и заблудилась. Идет, идет, глядь, стоит в лесу избушка. Зашла репка в избушку, а там на столбе медведь сидит, граблями спину чешет. Репка испугалась, а медведь ей-то и говорит. Не пужайся, девушка, я тебя давно жду. Мне хозяйка нужна. Будешь у меня в тепле в сытости жить, за мной, Мишенькой, ходить. Как репка не плакала, как не молила. Медведь ее так и не отпустил. Притащил медведь сами, прицепил к потолку, лег в сани, одеяльцем накрылся. Качай меня, репка, прибаюкивай. Репка-то его качает, слезы льются, но прибаюкивает. Баю-бай, старое чудище. Не так, говорит медведь. Сказывай, баю-бай, милый друг. Нечего делать, стала качать да приговаривать. Баю-бай, милый друг. Так и прожила репка у медведя два года. Вот раз медведь ушел далеко на охоту. А репка-то замок сломала, из избушки убежала, пришла к деду с бабкой, стала у них жить. Долго ли, коротко ли, но родила репка сына, Ивана, медведка. Начал медведка расти не по дням, а по часам, что не час, то выше подается, словно кто-то его вверх тащит. Стукнуло ему пятнадцать лет, стал он с ребятами играть, шутки шутить. Только шутки-то у него все такие нехорошие. То руку выторвет мальчонку, то голову. Пришли мужики к старику жаловаться. Знаешь что, земляк, ты как хочешь, а чтоб внука твоего здесь не было, он нам всех детей переведет. Запечалился старик, закоручинился, Ну, ты че, дедушка, не весел? Спрашивает медведка. Аль, кто тебя изобидел? Вздохнул старик. Ой, внучек, один ты у меня, и то велят тебя из тела прогнать. Да ну что ж, дедушка, это еще не беда. Пойди-ка сделай мне железную дубинку в двадцать пять пудов. Вот и сделал старик ему двадцать пять пудов дубинку. И пошел медведка, куда глаза глядят. Идет путем дорогой, пришел к реке шириной в три версты. А на берегу стоит человек, и запер реку ртом. Рыбу ловит усом, на языке варит, да кушает. Здравствуй, сын богатырь! Здравствуй, медведка! Куда идешь? Да сам не ведаю, иду, куда глаза глядят. Возьми меня с собой. Да пойдем, брат, конечно, я товарищ всегда рад. И пошли они вдвоем и увидели богатыря. Захватил тот целую гору и несет в овраг. Удивился медведка. О, чудо, так чудо! Уж больно силен ты, горынушка! Что ты, братец, какая во мне сила? Вот есть на белом свете и вашка медведка, так у него и впрямь сила великая. Так ведь это ж я! Куда же ты, медведка, идешь? Да иду, куда глаза глядят. Возьми меня с собой. Ну, пойдем? Я товарищам всегда рад. И пошли они дальше втроем. И увидели, чудо-богатырь в лесу работает, который дуб высок, тот в землю толкает, а который низок из земли тянет. Удивился, Ивашка. Что это у тебя за сила такая, дубинушка? Эх, разве это сила? Вот Ивашка-медведка, тот и впрямь силен. А это я и есть. Куда же ты путь держишь? Сам не знаю, дубинушка. Возьми меня с собой. Да идем, конечно. Я товарищам всегда рад. И стало друзей четверо. Шли они по тем дорогою, долго ли, коротко ли, но зашли в темный дремучий лес. В том лесу стоит малая избушка на курьих ножках, и все повертывается, повертывается. Вот и говорит ей Ивашка, Избушка, избушка, стань к лесу задом, к нам передом. Избушка поворотилась к ним передом, двери сами растворились, окна раскрылись. Вошли богатыри в избушку, а и нет никого. А возле избушки хлевец, полный овец. Ну, братцы, давайте здесь останемся на время, отдохнем хоть с дороги. Ну, ночь ночевали, ничего, все тихо было. Утром светом, говорит Ивашка-медведка, знаете что, братцы, всем надо сидеть дома, не годится. Давайте-ка кинем жребий, кому дома оставаться, кому на охоту идти. Вот и кинули они жребий, и пал он на усыня богатыря. Названные братья его на охоту ушли, а усыня зарезал барашка. Настряпал, наварил, чего душа захотела, вымыл голову, сел под окошечко, и начал гребешком кудри расчесывать. Вдруг закоротилась, замутилась, застучал, загремела, и вошел старичок. Сам-то он сперст, а усы на десять аж верст. Глянул сердитый, закричал на усыню, «Кто смел моем доме хозяйничать? Кто смел моего барана зарезать?» Отвечает усыня. «Ты чего раскричался? Прежде вырасти, а то тебя от земли вон не видать. Вот возьму щей ложку, да хлеб крошку, всего тебя и заплесну». Старичок с ноготок еще пуще озлобился. «Я мал, да удал!» Как схватил он горбушку хлеба и давай усыню по голове бить, до полусмерти чуть не прибил, бросил его под лавку, потом съел зажареного барана, да и ушел в лес. Усыня обвязал голову тряпицей, лежит, охает. Воротились братья и спрашивают, «Что это с тобой, братец? Что это сделалось-то? Эх, милые, затопил я печку, да от великого жара разболелась у меня головушка. Весь день пролежал, не мог ни варить, ни жарить». На другой день остался дома горыня богатырь. Вот наварил, настряпал, сел под окошечко, подремывает. Вдруг застучало, загремело, отворилась дверь, вошел старичок, сам с ноготок, борода-то с локоток. «Тут мне попить, погулять у горынюшки». А горыня ему в ответ, «Ишь ты, не званый просишься, не для тебя жарил, парил, целый день трудился». «О, так-то ты меня почуешь!» «Схватил старичок железный толкач, бил горыню бил, под лавку забил, съел все до крошки и прочь пошел». Воротился Ивашка-медведка с братьями. «Ну-ка, горынюшка, что-то нам на обед сготовил». «Ах, братцы милые, ничего не варил, печь угарная, дрова сырые, так угорел, что и силы нет». Снова они легли спать, не ужинавши. На третий день братья на охоту пошли, а медведка дома остался. Выбрал он лучшего барана, зарезал, зажарил, избу прибрал и лег на лавочку. Вдруг застучало-загремело, идет во двор старичок, сам сперст, усы в десять верст. На голове целый сток сена тащит, а в руках большой чан воды несет. Поставил чан с водой, раскидал сено по двору и принялся овец считать. Видит, не хватает барана, рассердился, разгневался, вбежал в избушку и ну медведку тузить. Ивашка вскочил, ухватил старичка за длинные усы, да и ну таскать по всей избе, таскает да приговаривает. «Не узнал ты броду, не ссуйся в воду!» Замолился старичок, сам сперст, усы в десять верст. «Смилуйся, смилуйся, сильно могучий богатырь, отпусти меня на все четыре стороны!» А медведка его и не слушает. Вытащил старика на двор, подвел к дубовому столбу и в тот столб забил ему усы, железным клином заклинил. Потом воротился в избу, сидит братьев дожидается. Вот пришли братья с охотой и дивуются, что он цел невредим, изба прибрана, обед на столе. А Ивашка-медведка усмехается. «Пойдемте-ка, братцы, ведь я ваш угар поймал, к столбу привязал!» Вот вышли они во двор, смотрят, а старичок-то давно уже убежал, только усы на столбе мотаются. А у столба глубокая дыра. Пошел Ивашка в лес, надрал лыка, свил веревку и велел братьям спустить себя под землю. Опускался, опускался, да очутился в подземном царстве. Увидал Ивашка дорожку торную и пошел по ней. Шел, шел, стоит дворец. Во дворце сидят три девицы, три красавицы и говорят ему, «Ах, добрый молодец, ты зачем сюда зашел? Держит нас в плену старый старичок, сам сперст усы в девять верст, у него сила в усах непомерная, он тебя убьет, твои косточки жует». «Ничего, его усы уже на столбе мотаются». Зашел он к стричку горницу, ухватил его за правую ногу, ударил железный пол, тут тому и смерть пришла. Воротился Ивашка к девицам, забрал их с собой и повел к норе. Да как крикнет, «Тащи усыня, вот тебе жена!» Богатыри девицу вытащили и опустили веревку снова вниз. Привязал Ивашка другую сестру, «Тащи, горыня, вот тебе жена!» И дубы тащили. Привязал медведка меньшую сестру и крикнул, «А это моя жена!» Тут Дубыня рассердился, обиделся, и как стали медведку тащить, взял Дубынь топор и трубил веревку. Упал Ивашка в подземное царство, больно зашибся и заплакал. «Эх, братья вы, мои братья! Ох и неверные-то вы друзья! А я к вам с добром, а вы ко мне со злом! Эх, ну что поделаешь!» Побрел медведка по нехоженным тропам, устал, есть хочется, Вдруг видит, в гнезде пять птенцов сидят. Каждый птенец, как будто добрый баран. Хотел медведка одного птенца убить, а птенцы криком кричат, «Не тронь нас, Ивашка! Будет матушка наша птица, могол горькие слезы лить!» Пожалел Ивашка птицу, не тронул птенцов. Вдруг такой шум да гром налетела птица-могол, закричала страшным голосом, «Фу! Фу! 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 У моего гнезда русским духом пахнет! Я тебя, молодец, одним глотком проглочу!» А птенцы-то ей кричат, «Не тронь его, матушка! Он голоден был, а нас не обидел!» «Ну, раз так, проси у меня, молодец, чего хочешь!» «Вынеси меня, птица-могол, на белый свет, на русскую землю!» «Хорошо!» Говорит птица-могол, «пойди в кладовую бабы-яги, приготовь сто бочек еды, сто бочек воды, тогда и в путь отправимся!» И вот пошел медведков дворец, нашел там кладовую бабы-яги, «А там еды-то, видимо-невидимо!» Поел Ивашка попил, заготовил сто бочек еды, сто бочек воды, сел сам и в путь отправились. Вот летит птица-могол, словно ветер, беспрестанно поворачивается, как повернется птица-могол, медведка ей в горло бочку еды кидает, бочку воды сразу льет. Вот уж близко белый свет, ох, русская земля! А у медведка ни куска мяса нет, обернулась птица-могол, «Дай мне, Ивашка, кусок еды, а то долететь мне силы нет!» «А что делать-то? Мяса нету!» Взял медведка острый нож и отрезал икры с обеих ног, бросил птица-могол в красную пасть. Тут птица-могол его на белый свет и вынесла. Попрощался с ней Ивашка, «Пошел, а еле идет, прихрамывает!» «Ивашка, ты чего захромал-то?» «Да я тебе птица-могол свои икры скормил!» «Чего ж раньше не сказал!» Выплюнула птица-могол Ивашкины икры, приложила к его ногам, приросли икры, и стал Ивашка цел здоров. Вот он идет чистым полем, и видит, красная девица скотину пасет. Подошел к ней поближе, да и узнал свою невесту-то. «Ты что это, умница, делаешь?» «Скотину пасу! Сестры мои за богатырей замуж идут, а я не хочу идти за дубыню, так он меня прогнал за коровами ходить!» «Не плачь, красавица, долго не находишься!» Вечером красная девица погнала скотину домой, а Ивашка-медведка за ней след пошел. Пришел в избу, усыня, горыня и дубыня сидят за столом, да вино пьют. «Говорит им им, Ивашка, добрые люди, а ну-ка поднесите мне хоть одну рюмочку!» Поднесли ему рюмку, он другую запросил, дали ему другую, а третью сам он взял. Распалилось в нем богатырское сердце, выхватил он боевую палец, и прогнал усыню, горыню и дубыню из царства прочь! Потом взял он свою любимую невесту, да воротился к стрику и старухе, и сыграли они очень веселую свадьбу. Я на свадьбе то и была, мед пила, а потом дали мне пиво к рынку. Ой, ну тут моей сказочке конец, а кто дослушал, о, и молодец!